Всем привет! Недавно я показывал, как я обрабатываю интерьерные фотографии, снятые с брикетингом по экспозиции, в программе Adobe Lightroom. В принципе, все было бы хорошо с Lightroom, если бы не его желание кушать оперативную память. С каждым обновлением что-то улучшается в адобовских продуктах, но ложкой тегтя является то, что адобовские продукты очень требовательны к ресурсам компьютера. И обидно то, что процессор используется не на полную мощность, а оперативная память подъедается очень конкретно. Например, с одной из недавних съемок, где я клеил HDR в Lightroom, после склейки 10 HDR на рендеринг-превью стало уходить около 5 минут. И это все очень-очень не здорово, потому что хочется сесть, сделать работу как можно быстрее, либо чтобы освободиться, либо чтобы приступить к новой работе. Поэтому я начал искать альтернативы для работы с HDR. И такой достаточно, на мой взгляд, удачной альтернативой является программа Online Photo Raw 2019. Интерфейс очень похож на интерфейс Lightroom, то есть переучиваться, если и придется, то совсем минимально. Мы имеем вот вкладку Browse, где отображаются наши RAW, вкладку Edit, где мы обрабатываем уже, это модуль Develop. К плюсам OnOne можно отнести быстродействие, нетребовательность к ресурсам компьютера. Вот можно посмотреть вот здесь вот наверху. У меня сейчас свободно 9,97 гигабайт из 16 гигов доступных оперативной памяти. И к плюсам также можно отнести то, что если вы снимаете камерами Fujifilm, то OnOne умеет корректно производить демозаик данных с матрицей X-Trans. То есть у нас нет проблемы с резкостью, у нас не появляются червячки. Ну, следует упомянуть, что в недавнем обновлении камера RAW Adobe исправила, очень существенно улучшила работу с детализацией, четкостью и резкостью. Червячков уже практически нету и есть функция улучшенного воспроизведения деталей. То есть эта проблема решена. Но проблема потребления ресурсов, она все еще актуальна. Повторюсь, при конвертации, при комбинировании файлов в HDR, у меня свободных из 16 гигабайт было порядка полутора гигабайт. Плюс-минус. То есть параллельно слушать музыку, или чтобы был запущен браузер с несколькими вкладками. Это при работе с Lightroom было сложно. Ладно, закончим ругать Adobe. Они все-таки молодцы. Прошло пять лет с хвостиками. Они решили проблему резкости в фотографии. Давайте перейдем к самой программе. Значит, выделяем пять файлов, снятых с брикетингом по экспозиции, и жмем на кнопочку HDR. Сейчас нам отображается превью. Не пугайтесь того, что вы увидите некоторую бочкообразность на вертикальных линиях. OnOne не тратит время и ресурсы на то, чтобы в превью исправить эту бочку. Все будет исправлено в финальном кадре автоматически. Мы можем выбрать здесь The Ghosting. Включить либо выключить его. Для тех, кто не знает, скажу, что, к примеру, если у вас некий движущийся предмет перемещается в кадре, например, кошка проходит во время съемки, она будет на каждом из кадров в разных местах, и включив The Ghosting, мы имеем очень большую вероятность избавиться от этого животного, попавшего в кадр. Выбрать также можно, как будет выглядеть наш HDR. Натуральным. Natural Auto. Serial. Или автоматически Serial. Мне больше нравится Natural Auto. Также можно подкорректировать все ползунки, но так как я работаю с пакетом фотографий, то есть у меня будет пакетная обработка, я предпочитаю ставить все настройки такими, как обсчитал OnOne, и все корректировки внесу потом уже на отрендеренных, сохраненных HDR-файлах. Но при желании здесь можно ползунки подвигать, и баланс белого подправить, и температуру, и так далее. Жмем клавишу Save, и сейчас OnOne призадумается и будет сохранять нам эту HDR-ку. Так как OnOne не создает превью предварительных, как Lightroom, не импортирует в себя фотографии, то при переходе между каждой фотографией ему требуется небольшое время на то, чтобы отрисовать нам картинку. Это небольшая ложка дегтя, с которой в принципе можно мириться. Также, когда мы закончим обработку равов, выделим те, которые хотим экспортировать в TIFF, или в PSD, или в JPEG, и начнем процедуру экспорта, вот она займет какое-то время. Ну, приблизительно у меня, если я правильно все помню, на 17 готовых HDR-ок ушло около 5 минут на финальный экспорт. Вот готова наша HDR-ка. Я клавишей 6, так же, как и в Lightroom, помечу ее красным флажком. Начну клеить следующую HDR-ку. То есть быстродействие обеспечивается в программе в процессе всей работы, когда мы хотим двигать ползунки, что-то настраивать, изменять, и некоторое замедление в скорости мы получаем только лишь на финальном этапе экспорта. Ну, за это время можно успеть пойти, включить кофеварку. Давайте третий тоже отрендерим. Для тех, кто задал себе вопрос, почему у меня такой странный баланс белого, я скажу, что я перестал снимать интерьеры, выставляя баланс белого по серой карте или по кельвинам. Не совсем перестал. В некоторых ситуациях я выбираю кельвины. Но в случае с тем, что у нас все-таки меняются условия освещенности, если мы снимаем утром или днем, то есть солнце то оно есть, то нет, то за тучкой, то выглянуло, лучше все-таки оставить автоматический баланс белого, а потом пакетно поправить их уже в раве. Если же я снимаю в вечернее время, либо пасмурный хмурый день, можно выставить по кельвинам. Тогда да, тогда будет чуть-чуть быстрее. Итак, вот мои три HDR-ки склеены. Я активирую меню фильтр, выбираю красный флажок, выделяю все три файла и перехожу в модуль develop. В онлоне он называется edit. Сейчас происходит корректировка. То есть отрисовка, рендеринг финального изображения. Ну, так как у меня 5K-дисплей, то, возможно, времени уходит чуть больше. Если у вас не Retino-дисплей, то, вероятно, вы даже и не заметите, как быстро у вас произойдет отображение изображения. Еще один полезный нюанс в этой программе в том, что, вот посмотрите сюда, мы можем создать дубликат слоя. То есть онлоне поддерживает работу со слоями. То, чего не умеет Lightroom, то, что умеет Capture One, онлоне тоже умеет работать со слоями. Поэтому, если мы хотим произвести какую-то тонкую настройку отдельного файла, то мы можем ее делать не в основном слое, а мы можем создать дубликат слоя и там произвести корректировку. Итак, если говорить о моем подходе, о моем рабочем процессе касательно интерьерной съемки, что делаю я в конвертере и что я делаю потом впоследствии в фотошопе? Естественно, поправим баланс белого. Посмотрим, что нам предложит режим авто. Режим авто нам предложит вот такой вот холодный оттенок, как в операционной. Мне он не очень нравится, да и, в принципе, зрителю он тоже не сильно понравится. Ему все равно, чтобы был яркий солнечный день и мы имеем такой голубоватый оттеночек. Поэтому изменим баланс белого чуть в сторону теплоты. Чуть-чуть добавим насыщенности, совсем чуть-чуть. И хайлайты в минус. Да, небо пустое, абсолютно пустое, тусклое, там ничего не проявится. Это грустно, это печально. В онване есть ползунок, отвечающий за яркость средних тонов, чего нету в Lightroom. А это, на мой взгляд, достаточно полезный ползунок. Можно, не трогая тени, влиять на только средние тона. То есть, вот мы прибили небо, если бы там были красивые облака, то они бы сохранились. Дальше. Детализация, то есть наша резкость. Добавлять ничего не стоит, потому что он вам и так сделал хорошую, четкую, резкую картинку. Но по вкусу, по желанию можете и добавить. Здесь автоматом подтягивается профиль объектива. И можно произвести трансформацию, то есть выровнять вот эти вот вертикали, которые здесь не сильно вертикальные. Я этим не занимаюсь в конвертере. Я это делаю потом в фотошопе, зайдя в меню фильтр, камера RAW фильтр, где я правлю вертикали, но я покажу, как это делается здесь. Активируем кнопочку трансформ, выбираем кейстоун, у нас появляется вот такая вот прямоугольная рамка, где мы должны точки развести по вертикалям. То есть, указывая программе, какие вертикали у нас должны быть вертикальными, а не с завалом вправо или влево. Вот так. Вот так. И нажимаем клавишу ввод. Все. Вертикали выровнялись, появились белые дырки, которые мы можем подколлектировать, отмасштабировав наш снимок. Собственно говоря, для меня этого достаточно, потому что все последующие изменения будут производиться в фотошопе. Онлайн поддерживает горячие клавиши. Вот. Можно посмотреть settings. Copy settings. Это у нас Shift-Command-C. Под Windows это будет, соответственно, скорее всего, Shift-Ctrl-C. Мы это дело копируем. Можно включить Filmstrip, перейти, например, вот на кухню. Отключу его. и вставить настройки. И вот минус программы онлайн, которые, надеюсь, разработчики пофиксят, исправят, улучшат. При копировании настроек в RAV-конвертерах мы имеем возможность выбрать, какие конкретно настройки мы хотим скопировать, а какие не хотим. OnOne пока этого не предлагает. То есть, мы можем либо все скопировать, что мы сделали, либо не все. Соответственно, нажав клавишу Paste, да, вот мы вставили все настройки, но у нас и Transform тоже здесь применился. Вот я его сейчас, ну, давайте сначала отключу. Вот так вот у нас выглядела наша фотография. Включим. Вот она у нас применилась с предыдущего кадра. Сбрасываем и правим уже применительно к этой фотографии. Так как OnOne при экспорте будет применять все параметры, которые мы изменили в RAV-я, то также будут вот эти настройки искажений применять. Это займет чуть больше времени, чуть больше времени на экспорт. Повторюсь, почему я предпочитаю это потом править в Photoshop. но если у вас все не так, не в таких больших объемах, то можно сразу изначально выправить выправить перспективные искажения и в конвертере. Также здесь есть своего рода healing brush. Вот мы пыль на матрице моей можем убрать. вот таким вот образом. Но свое отражение в глянцевой поверхности кухни и штатив я буду убирать в Photoshop. Для тех, кому интересно, что я делаю с файлом в Photoshop, можете посмотреть мое видео по интерьерной обработке в Lightroom. Там вторая часть этого видео там показано, как я обрабатываю фотографии уже готовые эшдерки в Photoshop. Собственно говоря, когда мы сделали все наши фотографии, мы можем их сохранять. Давайте тут тоже поправим. для того, чтобы попасть в нужные точки, я рекомендую вот эти точки разносить сначала, зафиксировать на какой-то области и уже вторую точку можно вытягивать на всю ширину или высоту в зависимости от того, что вы хотите исправить вертикали или горизонтали. Вот наверное вот так это будет. вот и отмасштабируем, чтобы убрать белые края. Итак, мы закончили обрабатывать наши равы. Мы их все выделяем и жмем кнопочку экспорт. И вот сейчас выбираем размер кадра, какой формат экспортировать. Если вы выбираете TIFF или PSD фотошопный формат, то вы получите 16-битное изображение, цветовое пространство, необходимое для дальнейшей работы и указываем куда сохранять эти фотографии. Жмем кнопочку экспорт и сейчас он начинает все наши изменения применять к каждому раву. Вот здесь внизу справа появляется строка состояния экспорта, которая будет заполняться синеньким. Вот сейчас оно заполняется. Собственно говоря, это процесс экспорта. Он будет не таким быстрым, как хотелось бы, но повторюсь, за это время можно успеть заварить чай, выкурить сигаретку. Весь процесс обработки равов шел практически без задержек. Чего нельзя сказать о том, я сейчас действительно очень сильно ругаю Lightroom, потому что я привык в нем работать. Я очень много интерьеров снял и обработал в Lightroom. И вот когда ты начинаешь делать свою привычную работу, и после десятой HDR-ки у тебя на рендеринг превью уходит 5 минут, а свободных у тебя гигабайт остается 1-2, но это не есть гуд. Собственно, если вы достаточно часто снимаете с брикетингом по экспозиции, то посмотрите, присмотритесь к программе OnOne Photo Raw, именно версии 2019, потому что здесь очень много инструментов полезных и удобных для работы. Всем удачи, всем хороших кадров! удачи! 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 Удачи!